И снова в Новый год без подарков. В редакцию ЗАП-ТВ обратился преподаватель одной из читинских школ. По его словам, обычно в конце месяца они получают аванс, составляющий 40% от зарплаты. Однако накануне праздников праздником и не пахнет. Педагогов предупредили, что заплатят им в лучшем случае 30, а то и 20%. 20% это, конечно, сами понимаете, что не у всех учителей зарплата составляет выше 20 тысяч. Многие учителя получают, кто-то на совмещении работает, получает 4,5 тысяч. Вот теперь представьте, посчитайте, даже если пятая часть и 4,5 тысяч, это сколько будет? Меньше тысячи рублей? И каким образом встречать Новый год? Каким образом? Не то, что Новый год, тут уж не до праздника, тут прожить как-то надо. Просто несправедливость такая, она уже, честно говоря, надоела. Учительский коллектив уже обратился в Общероссийский народный фронт в надежде, что информация дойдет до президента страны. Но и на региональном уровне уже бьют тревогу. В КФПП пояснили, что самые маленькие выплаты до 10% от всей зарплаты получили педагоги в Карымском районе. В связи с этим в профсоюзной организации напомнили, что по закону каждый, кому задерживают зарплату больше, чем на 15 дней, может приостановить работу. К сожалению, сегодня мы уже изменить эту ситуацию никак не можем. Мы Жданова и написали, что мы понимаем, что за 2-3 дня эту проблему не решишь. Но депутаты, когда выносили изменения в бюджет, они же, наверное, видели цифры. Мы, по крайней мере, с Минобра имели информацию, что все-таки хотя бы 30% будут обеспечены. Но оказалось даже и не 30%, а 24%. Елка есть, елка у меня хорошая, купил ее 20 лет назад. Искусственная, китайская, красивая, до сих пор работает. Конечно, к столу что-то прикуплено уже, но хотелось бы что-то и докупить, да и подарки хотелось. Подарки не все, не для всех. Валерия Квашнина, Дмитрий Козлов, ЗАПТ-ТВ.